Пропускной пункт Бреста предельный Тересполь остался единственным пассажирским пунктом пропуска на белорусско-польской границе, а потому маршрут в страны Европейского Союза бывает наиболее загружен легковушками. Сегодня пропускная способность пункта пропуска Бреста – это 1700 машин в сутки или около 70 автомобилей в час. В случае, если образовывается затор, белорусские пограничники должны оформлять именно такое количество транспорта. Однако польская сторона не желает идти навстречу. Несмотря на то, что пропускная способность составляет до 1700 автомобилей ежесуточно в одном направлении, в настоящее время польская сторона пропускает от 500 до 750 автомобилей в сутки. Таким образом, нормы пропуска не выполняются более чем на две трети. Основная причина образования очередей – это неритмичная работа с определьной стороной. Так, только за минувшую ночь польской стороной дважды в течение часа не принималось ни одного транспортного средства. Безусловно, это и вызывает скопление автомобилей перед въездом в белорусскую пропуску. Если к концу недели зачастую на мосту, который разделяет две границы, а также на территории белорусского погранперехода наблюдается очередь преимущественно из рейсовых и туристических автобусов, в понедельник и вторник, в основном из легковушек, как на белорусских номерах, так и на польских, которые по 5-7 часов стоят на границе в очереди. Мы ездим раз в 10 дней. Очередь, очередь. Ну, мы едем с 7 часов вечера. Встали где-то возле забора. А проблема, ну, и поляки не работают. Сложно, потому что мы уже спим в машине. Сложно, тяжело, конечно, тяжело. Как-то два месяца не было очередей. Как-то было хорошо. А до этого, да, было и хуже. Мы дольше ехали. О том, как будет изменяться ситуация в дальнейшем, время покажет. Однако сегодня к белорусской стороне вопросов нет. Она работает в усиленном режиме. А вот сопредельная сторона не желает пока идти навстречу.